В столице Румынии спасают людей, пострадавших во время страшной трагедии. В популярном ночном клубе, в тот момент, когда на рок-концерт собрались сотни людей и в разгаре пиротехническое шоу, начинается пожар. Дальше паника, давка. На эту минуту известно о 27 погибших. Число раненых приближается к 200, и многие в крайне тяжелом состоянии. Кадры с места событий у Евгения Завадского. Прибывающим медикам негде было ставить машины. Пятница, вечер, стоянка у клуба забита. Полицейские спасатели и те, кто уцелел, растаскивают мешающие машины. Уходит драгоценное время. Все министерство внутренних дел поднято по тревоге. Работают все, кто только может работать. На месте 60 бригад скорой помощи. Удается оперативно развернуть мобильный госпиталь. Но рук все равно не хватает. Пожарным, только что вышедшим из огня, приходится помогать врачам проводить реанимацию. К первой машине скорой помощи принесли сразу 20 человек. Мы просили докторов взять как можно больше людей с ожогами, но места не хватало. Тогда мы просто положили раненых на землю и стали ждать другую скорую. Выжившие показывают вот эти фото. В зале 400 человек. Концерт бесплатный, яблоку негде упасть. Их рок-кумиры объявляют песню под названием «День, в которой мы умрем». И они еще не знают, какое это роковое совпадение. На первых аккордах в потолок бьет фейерверк. Загорается деревянная обшивка и пластик. Дальше дым, огонь, паника, давка у единственного выхода. Многие говорят, что слышали взрыв. Мы пытались спасти несколько человек, но, к сожалению, безуспешно. Они отравились угарным газом. В госпиталь отправлено 88 пострадавших. Почти все молодежь от 14 до 25 лет. По словам врачей, ожоги у многих занимают от 70 до 80% тела. Состояние их крайне тяжелое. А в больницах элементарно не хватает коек. Троих моих друзей привезли сюда. А мне повезло. Не смогла уйти с работы и не пошла на вечеринку. А так сама была бы сейчас среди пострадавших. Или еще где-нибудь. Сейчас медики и политики просят весь Бухарест приходить и сдавать кровь для пострадавших. Она уже на исходе. Евгений Завадский, Илья Журавлев и Алина Абдюханова. Первый канал.